Беседа была очень непостоятельной и конкретной с той точки зрения, что мы сейчас живем в очень горячее напряженное время и сложно переоценить важность нашего сотрудничества между Россией и Республикой Беларусь. Конечно, вопросы, которые мы обсудили, меня интересовала ситуация с беспилотниками, ситуация в вашем приграничье, в нашем приграничье, как все это отразится на наших отношениях и на дальнейшем развитии событий. Мне, конечно, очень интересно было услышать видение Александра Григорьевича Лукашенко по поводу будущего, как наших взаимоотношений в рамках союзного государства, так и видение его в разрешении украинского конфликта. Конкретные ответы, очень деловой подход, взвешенная оппозиция, хотя понятно, что даже географически Республика Беларусь сейчас находится под огромным давлением, но вот этот взвешенный подход Александра Лукашенко, он, конечно, впечатляет. К чести принимающей стороны, надо сказать, что никаких условий не было, никакие темы не обговаривались, вопросы заранее не обсуждались. То есть, понятно, что ваш президент погружен в ситуацию, как никто, и в этом смысле я задал те вопросы, которые интересовали меня, как репортера, как журналиста. И Александр Григорьевич, как мне кажется, был предельно откровенен. В этом смысле я считаю, что это большая удача, я, конечно, за это благодарен. Позиция Беларуси, как отметил Александр Григорьевич, спина к спине, что не ждите отсюда, никогда не будет угрозы. Это ключевое. Ну и с точки зрения наших человеческих отношений, здесь давно, мне кажется, надо перестать быть подверженным каким-то нарративам по поводу того, что нас там пытаются рассорить, разъединить или что-то еще сделать. Я был в Гомеле сейчас, видел там фермера из Иваново, который у вас здесь выращивает клубнику и продает ее по всем странам СНГ. Поэтому эта интеграция на уровне человеческом, не только политическом, она очень глубока. И слава богу, нам есть куда стремиться, конечно, но тем не менее мы на правильном пути. И с него, надеюсь, не свернем. Продолжение следует...